Место действия ЖК – город набережных. Время – 6 часов вечера. В лесу реки, излюбленное место отдыха местных жителей, наведывается надзорная группа в погонах. Задача – обнаружить нарушителей особого противопожарного режима. Первого встречного, отдыхающего на бревне молодого человека, правоохранители предупреждают о запрете разводить костер в лесу. Пожарный режим особый. Разжигать костер и мангалы не спрещается. По мере продвижения вглубь леса правоохранители встретили немало людей. Однако одни просто играли в карты, а другие проходили мимо. Были и те, кто прогуливался с шампурами. Но, как говорится, не пойман, не вор. И еще чаще ревизоры встречали в лесу оставленные мангалы. Буквально каждые 30 метров. В одном из них тлела бумага. Так, конечно, делать вообще категорически запрещено. Потому что может перекинуться на деревья и дальше перекинуться на что-то строение. То есть, соответственно, если уходишь, то ни в коем случае мангал не переворачивать. Затушить все угли, чтобы ничего не горело, не дымилось. Ревизоры наведались в зону отдыха в будни. Поэтому нарушителей не обнаружили. Однако задачи найти и оштрафовать, по словам пожарных, у них нет. Главное – напомнить о запрете разводить костры в лесу и провести профилактические беседы. Ежемесячно инспекторы устраивают до 17 аналогичных рейдов. В связи с особым противопожарным режимом, введенным 29 марта 2020 года на территории городского Краухимки, соответственно, проводятся рейды по выявлению, пресечению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности. То есть, если люди разводят костры, сжигают траву, соответственно, данные мероприятия запрещены и караются штрафными санкциями от 2 до 4 тысяч рублей Кодекса на ассоциативных правонарушений. С начала шашлычного сезона химкинские инспекторы оштрафовали всего 7 человек. Пятеро на 2 тысячи рублей и по 10 тысяч заплатили должностные лица. Максимальная же сумма штрафа может достигать 400 тысяч рублей для юридических лиц. Между тем, в Химках есть места, где можно бесплатно и безопасно устроить пикник с мангалом. В парках имени Льва Толстого и Подрезкова, на левом берегу вблизи пруда у дома на совхозной 14, а также в сходне на улицах Микояна 10 и Первомайской 59.